Здорово, я думаю, героям будет вот чуть-чуть делать. Чуть-чуть пересвечены, пересвечены какие-то фотки вот здесь. Нет, это дело в том, что это готовилось для газетной бумаги. Рязанские ведомости отмечают 25-летие. Первое торжество в череде праздников – открытие фото-выставки «25 узоров жизни». С мая 2021 года по апрель 2022 на страницах газеты и на сайте выходили материалы, посвященные году народного творчества. В Рязанской области 25 районов, и в каждом удалось найти по самобытному мастеру. В фойе «Дома печати» собрались сотрудники редакции, коллеги, партнеры и, самое главное, сами мастера из районов области. Эти замечательные люди поют и танцуют, вышивают и куют металл, собирают древние сказания и строят целый музей русского быта. Сегодня они приехали лично познакомиться друг с другом, поздравить рязанские ведомости с юбилеем. Мы обратили внимание, что цифра 25 звучит. У нас 25 районов области. Соответственно, все 25 наших, Татьяна Альекова, с вами познакомился, познакомилась всех наших читателей. Свой музыкальный подарок приготовили сестры Марины из Михайлова. «Кореглазки, кореглазки, кореглазки не при чем, мы серыми глазами кого хочешь заблечу». И вот этот проект, конечно, он удивителен. Он нужный, нужный не только для нас, нужен не только для мастеров, он нужен для всех жителей нашего города, области и, конечно, для гостей. Мастеров народного творчества и коллектив газеты благодарят за интересные идеи их воплощения, энтузиазм и плодотворную работу. Печатные издания, электронная версия, телевидение, социальные сети. Вы освоили практически все форматы, все жанры. Вы продолжаете развиваться. И это очень здорово. В Рязанских ведомостях создана единственная в регионе настоящая журналистская школа. И сколько людей прошло здесь обкатку, вышло в мир, получили профессию, но подсчитать, наверное, не возьмется никто. Это большая заслуга, конечно, в первую очередь, главного редактора, Галины Александровны Зайцевой, которая вчера получила высокую региональную награду из рук губернатора Николая Леднева. Это большая заслуга от всего журналистского коллектива. «25 узоров жизни» – это авторский проект корреспондента «Рязанских ведомостей» Татьяны Кормашовой. Почти год она путешествовала по региону, беседуя с мастерами и фотографируя их самих, их работы и рязанскую глубинку. В итоговую фотовыставку вошли 30 снимков – портретов, репродукций, пейзажных зарисовок. «Я хочу сказать, я не знаю, что я хочу сказать, потому что, когда говоришь, это не самое главное, потому что самое главное – это то, что ты чувствуешь, когда передаешь что-то одного к другому. И я не знаю, что у меня сейчас в голове, но я хочу передать что-то хорошее». «Когда ты ездишь по районам, ты встречаешься не только с красивым народным творчеством и теми, кто его создает, ты, к сожалению, встречаешься с местным бытом. А он очень часто бывает неустроенный или недоустроенный. Мы видим и дороги, мы видим и вообще плачевное состояние тех или иных учреждений, просто жилых домов. Мы видим, как порой грустно и бедно живут люди, мы видим, как они героически все это преодолевая, все равно стараются создавать друг для друга, для земляков, для самих себя, какую-то красоту и что-то доброе, чтобы дети рождали, чтобы они оттуда не уезжали, чтобы что-то развивалось, чтобы творчество продолжалось, чтобы продолжалось что-то хорошее и прекрасное на нашей земле. Поэтому еще раз низкий мой всем поклон всем этим людям за то, что они делают, из-за того, что ничего не умирает и продолжает жить. О, металла! Изюминка церемонии открытия – выступление театра «Малых форм» из Петелинского района. Уникальный коллектив ставит спектакли по произведениям своего земляка, писателя Бориса Можаева, и поет народные песни. Успокойтесь, штакетнику хватит на всех. Фотовыставка «25 узоров жизни» будет открыта для посещения в ближайшие месяцы в Доме печати. Но с темой народного творчества Рязанские ведомости не прощаются. Теперь, когда многие из мастеров знакомы лично, будем ждать новых ярких идей и совместных проектов. Приезжать в гости, рассказывать о продвижении народного творчества. И тематический год еще порадует новыми культурными встречами. Вдохновляйтесь и творите вместе с нами. Татьяна Кармашова, Дмитрий Соколов, РВТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова